Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World. Наша ежедневная информационно-аналитическая программа и ее ведущий Александр Глученко. Сегодня воскресенье, 28 июня. Продолжается в нашей стране серьезная кампания по введению в стране неконституционной монархии. Сегодня попытаюсь ответить на те вопросы, на которые не успел ответить. Вернее, на один вопрос, пока я успеваю, на один вопрос, на который не успел ответить вчера во время вечернего стрима. Виталий М. спросил, почему разные политологи дают разные оценки событий. Если политология – это наука, то она должна иметь единые законы. Дело в том, что мне самому иной раз приходится, да не иной раз, а вообще большую часть своего нынешнего времени, своей нынешней жизни, приходится заниматься именно политологией. И стараться рассматривать какие бы то ни было политические, социально-экономические события с точки зрения именно законов развития общества, которые, по сути дела, являются законами науки политологии. Да, у нее есть определенные законы. А вот почему разные политологи, ну, в принципе, и я тоже, да, оценивают события по-разному, интерпретируют их по-разному и излагают их по-разному. Интерпретируют и излагают так, как сказал начальник. Вот у меня, как у политолога, как у политического аналитика, как у военного эксперта, начальников нет, вообще нет. По идее, у творческого работника начальников быть не может. Творческий работник посвящен только своему творчеству, вернее, отдан полностью своему творчеству, либо исключительно той науке, которой он занимается. Не может же быть начальник у физика или у математика, который занимается физикой или математикой. Там есть свои жесткие и строгие правила, по которым человек работает в этой научной сфере. То же самое здесь. Те политологи, те политические аналитики, которые интерпретируют события в интересах начальства, это не политологи и не политические аналитики. Ну, есть люди, которые очень серьезно сгущают краски. Есть люди, которые, наоборот, льют воду на мельницу, скажем так, большого начальства. Есть люди, которые абсолютно независимы и абсолютно никому не подчиняются. То есть они, вот это люди, которые говорят правду. Я могу сейчас называть десятки фамилий политологов, которым я прислушиваюсь, из которых, чью информацию, чьи посылы я анализирую, ну, общаться впрямую у меня нет возможности, потому что я не так давно в этой тусовке, скажем так. Поэтому я могу назвать там ряд фамилий, кому верить можно, кому верить нельзя. Ну, скажем так, вот много вопросов возникает, мне пишут постоянно, причем многие с упреком, что я когда-то месяца три или четыре назад покритиковал политолога нашего Соловья за то, что тот предсказывал какие-то жуткие события, но жутких событий не случилось. И говорят при этом, что, ну, ведь пандемия же случилась. Но политолог не должен и не мог знать, что случится пандемия. Это как раз вот тогда, где-то в феврале месяце. Все время в его понимании, все время, не понимании, а в его прогнозах все время идут ссылки на какие-то, на какую-то инсайдерскую информацию, которую якобы он обладает один. И он четко раскладывает по полочкам, когда должны произойти какие события. Но говорит это очень интересно. Так что события, наверное, скорее всего будет, но какое событие я вам не скажу. Мы над этим с Юрием Гиммельфармом очень серьезно смеялись. Из тех, кто серьезно сгущает краски и занимается алармизмом, я бы назвал, например, Пянтковского. Да, там реальный алармизм, который уже чуть ли не расчленил на мелкие фрагменты Российскую Федерацию и не взорвал атомную бомбу. Серьезно. Прекрасный человек, умнейший человек, но, тем не менее, очень много сгущения красок и очень много алармизма. Кому-то, может быть, это нравится, ну, в принципе, надо пожалеть нервную систему наших граждан. Надо заниматься реальностью. Вот то, чем стараюсь я заниматься. Очень интересный человек Белковский. При всем том, что смысловая нагрузка его выступлений, ну, скажем так, не очень глубокая, не очень глубокая. Он обладает блестящим чувством юмора, которое помогает ему удерживать аудиторию. Не только удерживать, но и привлекать аудиторию. Это шикарный тролль. Тролль в том плане, что он может всегда, в любое время, когда угодно, скажем так, в любое время и дня, и ночи построить свою речь, построить свое выступление так, что привлечет огромную аудиторию. И я честно вам говорю, что с огромным нетерпением жду, когда он появится, допустим, на радио, в интернете, на сайте, еще где-то. Только чтобы послушать речевые обороты, чтобы послушать вот эту вот невероятную, очень высокую эрудицию. Системным и наиболее таким теоретически подкованным считаю, например, Павловского, Глеба Павловского. Там все разложено по полочкам, там все это преподносится с чисто научной точки зрения. Да-да, именно так, как нас учили Макс Вебер, Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ильич Ленин. Именно те люди, которые занимались политологией не только в научном или теоретическом смысле, но еще и были в определенной степени практиками. Создавали какие-то практики. То есть кто-то из них создавал государство, кто-то из них создавал какие-то экономические системы, если взять того же Энгельса. У Павловского все научно. А если взять такого, как Сергей Марков, например, но это записной, купленный, Единой России. Ну, не хочется оскорблять, конечно, его, но если послушать вот того же Сергея Маркова, ради смеха наберите, послушайте. Это обыкновенный клоун, обыкновенный клоун, который прет против течения общественной жизни. Ну, такие вот у нас есть, у Единой России есть такие политологи. Вот. Я сейчас вот буквально несколько фамилий, я могу назвать и десяток, и два десятка подобного рода персонажей. Я с огромным уважением отношусь к ним ко всем, к ним ко всем. Но могу сказать одно. Вот. Вопрос-то был задан, почему разные политологи дают разные оценки событий, если политология – это наука, и она имеет единый закон. Кому как относиться, вы, наверное, уже поняли, да? Значит, у политологов есть такое предназначение, есть такая, ну, скажем так, есть такой крест, который они несут всю свою жизнь. Нужно придумать событие, рассказать об этом событии, и потом целый год рассказывать, почему это событие не произошло, которое он предсказывал. Да, оно должно было произойти, но не произошло потому, что я вот таким-то образом не предусмотрел подобный вот такой-то фактор. Это реальная судьба любого политолога. Поэтому я, как человек, занимающийся политическим анализом, рассматриваю не как систему прогнозирования, а как систему анализа произошедших событий с их приложением к перспективам развития. И полагаю, что мне удается каким-то образом, вернее, нам с Юрием Гимельфармом удается каким-то образом, ну, мы работаем в тандеме, скажем так, не обманывать своих зрителей, просто не обманывать нашу аудиторию. Я страх, как не люблю обманывать аудиторию. Я не люблю фейковые новости, я не люблю непроверенную информацию, не люблю повышенную эмоциональность, не люблю повышенную скандальность. Просто сядь, почеши свою собственную лысую репу и придумай, как человеку объяснить, почему это событие произошло, почему это событие не произошло. Дело в том, что постоянно мне летят вопросы, упреки. И когда начинаешь объяснять человеку, почему вдруг в этом году не произойдет революция, значит, чуть ли не с матом летят комментарии, летят вопросы в почту. Ты такой хикой подлец, ты против нашей революции. Ребят, я не против чего, я ни за чего. Я за все, за любой кипиш, кроме голодовки. Я единственное хочу, чтобы вы поняли, что политология, законы общественного развития подчиняются определенным... То есть, законы не зыбли мы. И если мы ясно и четко видим, что революции в этом году не произойдет однозначно, то ее, значит, однозначно не произойдет. И если Пианковский кричит, что она произойдет, то это не значит, что она произойдет. Или если Соловей говорит, что сейчас вот что-то случится через неделю, но нет объективных факторов, которые нам показывают, что это что-то должно произойти, то оно и не произойдет. Вот такой подход должен быть к политическому анализу. Потому что учитываются и анализируются масса факторов. Если мы их начинаем учитывать и анализировать, то у нас получается объективная картина. Вот. Я вам попытался объяснить, почему все политологи, наверное, в том числе и я, стараются вам не врать, но у них этого не получается, и поэтому врут вам, друзья, абсолютно безбожно. Смотрите, слушайте. Мы разговариваем, говорим красиво, но очень тщательно фильтруйте то, что мы произносим. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok